Телеканал КРТ представляет Чума оставляет Глубокий след в душах всех горожан И после окончания Карантина в городе явственно Ощущаются отголоски Эпидемии. Честно говоря Со стороны итальянцев Крайне непатриотично Читать француза в то время Когда имеется знаменитейшее Произведение Де Камерон Или дословно Десятидневник Созданное под влиянием Реальной, а не выдуманной Эпидемии чумы Их земляком и современником Тех событий Джованни Боккатчо В дне первом повествования Говорится И так скажу, что со времени Благотворного вочеловечения Сына Божия Минуло 1348 лет Когда славную Флоренцию Прекраснейшей изо всех Итальянских городов Постигла смертоносная чума Которая под влиянием Ленибесных светил Или по нашим грехам Посланная праведным гневом Божиим на смертных За несколько лет перед тем Открылась в областях Востока И лишив их бесчисленного Количества жителей Безостановочно подвигаясь С места на место Дошла, разрастаясь плачевно И до запада Не помогали против нее Ни мудрость, ни предусмотрительность Человека, в силу которых Город был очищен от нечистот Людьми, нарочно для этого назначенными Запрещено ввозить больных Издано множество наставлений О сохранении здоровья Не помогали и умиленные моления Не однажды повторяющиеся Устроенные благочестивыми людьми В процессиях или другим способом Приблизительно к началу весны Означенного года Болезнь начала проявлять Своё плачевное действие Страшным и чудным образом Конец цитаты Историческая реконструкция Тех событий примерно такова Болезнь зародилась Чуть ранее 1320 года В районе на территории Китая В пустыне Гоби Неподалеку от нынешней Монголо-китайской границы Разносчиками ее Изначально были мелкие грузины В первую очередь сурки К несчастью монголы вели Постоянную охоту на сурков Ради их мяса и меха Что сделало эпидемию неизбежной Так в 1346 году Хан Джанибек Явился лично предъявить иск Генуэзцам Причем во главе большого войска Впрочем и генуэзцы Не рассчитывая на средневековых адвокатов Укрылись за городскими стенами Ввиду большой скученности Осаждавших в лагере Золотой Орды Вспыхнула эпидемия Но Джанибек не растерялся И велел с помощью катапульт Забросить в город несколько трупов Умерших от чумы Кафу монголы не взяли Но генуэзцы на торговых судах Разнесли заразу далее В первую очередь в регион Тоскана Столицей которого и была Флоренция Так что рекомендуемый Декамерон Это отчет о достаточно пикантных историях Которые рассказали друг другу Семь дам и трое юношей Во время десятидневной Добровольной самоизоляции В Тосканской деревне Не затронутой черной смертью К счастью Нынешняя эпидемия коронавируса Ковид-19 Не столь страшна, как бубонная чума 14 века Но паника, охватившая ее весь мир В целом и Италию в частности Сопоставима На сегодня Италия вторая страна в мире После Китая По количеству зараженных коронавирусом И уже первая по смертности За последние несколько дней Обойдя Китай в полтора раза Статья Властампа Под названием Почему в Италии столько жертв коронавируса От 19 марта Оперирует статистикой на 18 марта Общее количество положительных результатов анализа 35 713 Количество погибших 2978 Или 8,3% От общих данных Заразившихся Статистику прокомментировал президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвия Брузоферра Аномально высокий уровень Летальных исходов в Италии Связан с тремя факторами Во-первых Высокий средний возраст итальянцев Каждый третий итальянец Старше 65 лет В этой категории Распространен целый ряд хронических заболеваний И в случае заражения COVID-19 Клиническая картина у таких пациентов Чаще обычного Демонстрирует осложнение Средний возраст итальянских пациентов На 17 марта умерших от COVID-19 Составлял 79,5 лет На эту же дату Количество жертв COVID-19 Младше 50 лет Составило всего 17 человек Но и здесь Во всех случаях Речь шла о людях Уже страдавших тяжелыми заболеваниями Сердечно-сосудистыми Почечными, психиатрическими И метаболическими Во-вторых, в Италии Согласно указанию Министерства здравоохранения Проводят анализ на коронавирус Лишь у людей С наиболее тяжелыми симптомами В целом В Италии на 18 марта Было произведено 165,5 тысяч проверок И зараженным оказался Каждый пятый В Китае же Вирус выявлялся В слизи и слюне И у пациентов С менее выраженными симптомами Которым не требовалась Госпитализация Китайский подход Применительно Киталии Не повлиял бы на число погибших Но резко увеличилось бы Общее количество Заболевших Либо инфицированных То есть в процентном соотношении Показатель летальности Оказался бы в разы ниже И в-третьих Перегруженность отделений Интенсивной терапии А попросту Неготовность Итальянской медицины К такого рода Эпидемия Пациенты с COVID-19 Занимали здесь Половину мест Чем большему количеству Пациентов требуется Интенсивная терапия Тем больше вероятность Роста числа Летальных исходов Именно третий фактор На фоне отсутствия Пресловутой Евросолидарности И вызвал у итальянцев Необходимость обращаться За помощью к Китаю Кубе И России Странам В мирное время Не подпадающим Под демократические критерии Евросоюза Ну а профессиональную оценку Происхождения И распространения Нового коронавируса Мы попросим дать Волоху Аллу Петровну Заведующую кафедрой Детских инфекционных болезней И детской иммунологии Вице-президента Всеукраинской ассоциации Детской иммунологии Добрый вечер Алла Петровна Первый вопрос Коронавирусы науки Известны уже давно Почему до сих пор Нет ни прививки Ни вакцины против них Добрый вечер Коронавирусы Действительно известны Очень давно Есть много Которые вызывают Респираторные инфекции У людей Это обычные Респираторные инфекции Они не представляют Никакой угрозы Поэтому не возникал вопрос О разработке вакцины Против этих коронавирусов Один из коронавирусов Был очень опасный Это вспышка Атипичной днемонии SARS Которая случилась В 2002 году И тогда действительно Возник вопрос О разработке вакцины Но вспышка Довольно быстро Была прекращена И вопрос разработки вакцины Скажем так Был снят с повестки дня А после этого Был еще один опасный Коронавирус Это MERS Который периодически И сейчас Где-то возникает Но он тоже Не представляет Глобальной опасности И поэтому Тоже Скажем так Нет актуальной Не актуальной А разработка вакцины Против данного вируса Поэтому Пожалуй Это наверное Первый коронавирус Который действительно Получил такое Пандемическое Распространение И когда действительно Уже возник вопрос Разработки вакцины В большом количестве Жертв коронавируса COVID-19 Что первично Его опасность Или наша неготовность Нужно сказать Что наверное Оба вопроса Актуальны Он действительно Опасен И он действительно Дает Высокий уровень Относительно Высокий уровень Смертности То есть Это где-то Около Трех процентов Но для некоторых Возрастных групп К сожалению Этот процент Больше В отношении Неготовности Наверное Тоже Этот вопрос Актуальный Потому что Действительно Не все Оказались Готовыми К такому Всплеску Заболеваемости И к такой Необходимости Лечить Одновременно Большое количество Тяжелых больных Как вы Относитесь К последним Гипотезам О существовании Двух разновидностей COVID-19 А такая информация Существует Что возможно Есть два Подвида Этого вируса Но на сегодня Не получено Каких-то четких Данных Доказательной Медицины О том Что они Чем-то Отличаются То есть Есть небольшие Различия Но никаких Различий В распространении И в клинических Проявлениях Нет И в диагностике Так же Скажите пожалуйста А возможно ли Что разные Нации Ну далеко Отстоящие Друг от друга Генетически Например Китайцы И итальянцы О чем тоже Иногда говорят Может быть это Желтая пресса По-разному Переносят Вот одно И то же Заболевание На сегодня Таких четких Данных Нет Возможно Есть какая-то Большая восприимчивость Генетическая Но такие данные Не получены Кто генетически Более восприимчив Коронавирусу И поэтому Тяжело болеют Во всех Странах И Известно Что Наиболее тяжело Болеют люди Пожилого возраста И люди Которые Имеют Какие-то Сопутствующие Хронические заболевания И разъясните Пожалуйста Вот в конце Два вопроса Получают ли Переболевшие Иммунитет И на сколько Времени И рискуют ли Заболеть Или стать Источником Инфекции Домашние Домашние животные В отношении Домашних животных Хочу сказать Что На сегодня Тоже нет Доказательных Данных Что они Могут Заболеть А такой Информации Не получено Ни с одной Страны В отношении Иммунитета Действительно Те Переболевшие Скажем так Информация О переболевших Об иммунитете Которая получена Она говорит о том Что иммунитет Формируется Насколько Долго Будет удерживаться Этот иммунитет Сказать Сложно Возможно Он будет удерживаться Очень долго Но Для этого Нужно Длительное Время Чтобы мы Обследовали Людей Которые Переболели И посмотрели Исчезают У них Эти антитела Которые Они получили Во время болезни Или нет И как долго Они сохраняются Нужен Какой-то Более длительный Период времени Чтобы мы Имели Более точную Информацию На сегодня Известно Что иммунитет Формируется Строго говоря Статистику Формирует Сама пандемия И уже По ее результатам Будет понятно Многие вопросы Получат Свои Наученные ответы Другой вопрос Наверное Уже будет поздно Благодарю вас Алла Петровна За вашу информацию Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому